Сейчас медвежонок Миша спокойно ест кустную смесь. Еще три диких животных тоже адаптировались и радуются жизни. Им около полугода, но за это время они пережили большое приключение. Косолапые должны были стать цирковыми артистами в Узбекистане. В тисных ящиках обессиленные и напуганные такую контрабанную обнаружили сотрудники таможни. Но соответствующих документов для перевозки диких животных у перевозчика не оказалось. Медвежат Зиту, Гиту, Чука и Гьека решено было определить в Оренбургский цирк. Они поступили вообще очень напуганные, у них вообще был очень большой стресс. Во-первых, они ехали в ужасных условиях. Там была такая маленькая клеточка, они сидели вдвоем, просто там даже не развернуться им было. Без два дня уже начали играть, поняли, что им здесь ничего не угрожает. Здесь же животные получили новые имена. Теперь их зовут Миша, Гриша, Даша и Маша. Светлана Косарева заменила и маму. Косолапые ждут ее каждый раз с нетерпением. Любимое лакомство – медвежат, детская смесь, молоко и овощи. Кашку даем, печенюшки даем, ну и балуем, конечно, хрошоночкой. Как все дети любят славу. Как рассказывает Светлана, следователи выяснили, что два мальчика были куплены в зоопарке. Они ласковые и привыкшие к человеку. А вот две девочки, вероятно, были разлучены с медведицей очень рано. И с таможенниками, и с Росприроднадзором, и с Росгосцирком. Мы принимаем активное участие, чтобы им дать какую-то путевку в жизнь, чтобы их судьба была благополучной. Мы сейчас рассматриваем вариант. В Твери есть питомник, где именно выхаживают медвежат. Если получится, они их адаптируют, может быть, даже их вернут в природу. Потому что есть два медвежонка, очень уникальные, с определенным окрасом. Детеныши Буро-Медведя находятся под защитой Конвенции международной торговли. Вид под угрозой исчезновения. Пока проводится судебное разбирательство, филиал Росгосцирка останется временным домом для этих медвежат. Диана Кузимбаева, Алексей Назин. Новости дня. Вот теперь вот.